Всем привет! На связи Вера Владимирова. В этом выпуске давайте поговорим о том, что будет с человеческим организмом, если придерживаться кето длительное время, например, несколько лет, или долгосрочные последствия кето-диеты. В интернете можно найти такие мнения, что кето-диета – это временное решение для того, чтобы, например, снизить вес, а потом можно вернуться к обычному питанию и продолжать питаться, как обычно. Давайте подумаем, каков минимальный и каков максимальный срок придерживания кето-диеты, какие последствия возникают, если мы будем придерживаться кето долго. Я начала свое низкоуглеводное высокожировое питание в 2014 году. То есть на данный момент 9 лет. Пошел 10-й год, как я придерживаюсь низкоуглеводного высокожирового питания. Поэтому все остальные пункты я делаю исключительно на своей практике, исходя из своей практики. То есть это то, что вижу я на своем примере, на примере моих родных, которые также придерживаются со мной низкоуглеводного высокожирового питания, то есть чистое имхо, которое легко можно проверить, опять же, используя интернет. И первое долгосрочное последствие кето-диеты – это метаболическая гибкость. Метаболическая гибкость – это способность организма переключаться между разными видами тополева. Например, у нас есть глюкоза, аминокислоты, жиры. При метаболической гибкости организм быстро переключается в состояние кетоза и в состоянии кетоза переключается на сахаросжигание. И при этом не возникает сонливости, не возникает усталости, не возникает тумана в голове и прочих неприятных моментов, когда человек придерживается кето, например, два месяца, а потом решил вернуться на традиционное питание. И вот эти вот симптомы появляются. То есть метаболическая гибкость – это способность чувствовать себя хорошо на любых видах топлива для человеческого организма. Второе долгосрочное последствие кето-диеты – это отсутствие зверского голода. Я уже давно забыла, что такое зверский голод. То есть когда готов сожрать слона. Нет на кето такого голода. Такой голод возникает только из-за провалов глюкозы. А провалов глюкозы возникает, когда мы едим сначала высокоуглеводное блюдо, поднимается уровень глюкозы, поднимается уровень инсулина, затем это все резко снижается. И вот в этом провале и возникает зверский голод, когда гипогликемия именно ощущением непроходящего голода заставляет человека что-то съесть, чтобы поднять сахар. На кето уровень сахара стабилен, ровный, поэтому чувства вот этого такого мощного голода нет. Более того, если вы, например, поехали, точнее я поехала куда-нибудь на выезд, и я знаю, что я целый день буду где-то ездить, и мне некогда будет поесть, я отслеживаю свое состояние голода, то есть примерно к полудню возникает это самое чувство голода, но оно слабенькое. Потом оно чуть-чуть усиливается, и если дать организму время, то это чувство голода сходит на нет. То есть организм сам себя покормил изнутри, чего на высокоуглеводном питании добиться невозможно, поскольку у нас инсулиновые качели. Третье долгосрочное последствие кето-диеты это нормализация давления. Мой личный опыт это пожизненное пониженное давление, которое пришло в норму, и я прекрасно себя чувствую, об этом у меня есть отдельное видео. И я знаю примеры из жизни своих клиентов, своих знакомых, которые сидели на таблетках, снижающих давление, и спустя некоторое время, примерно год-два от начала кето, эти таблетки становятся ненужны, поскольку давление приходит в норму. Четвертое долгосрочное последствие кето-диеты это стабилизация веса. Я похудела примерно в 15-м году. Ну, то есть в конце 14-го я начала кето. В 15-16-м мой вес стабилизировался в районе 64-66 килограммов. И с тех пор я нахожусь в этом весе уже несколько лет. По-моему, это отлично, когда вы находитесь в одном размере, в одном весе, вы знаете, какой размер одежды вы носите и так далее. То есть, опять же, нет эффекта йо-йо, который часто возникает у людей, которые садятся на какую-то диету, получают какой-то результат, потом возвращаются к обычному питанию, вес приходит вместе с друзьями, потом очередная диета, снова похудели, снова потолстели. И вот эти вот бесконечные тоже качели. Зачем? Когда можно похудеть до нормального веса и поддерживать его всю оставшуюся жизнь. Я выбираю поддерживать свой нормализованный вес. Пятое долгосрочное последствие кето-диеты – это отсутствие болезней. Я здорова, мой супруг здоров, мои дети здоровы, теперь здорова и моя свекровь. И мой свекор двигается в том же направлении. Отсутствуют сезонные насморки, простуды, ОРВИ. Не болят внутренние органы. Я не знаю, где что находится, потому что у меня ничего не болит. Кишечник работает как часы, желудок в порядке, сердце работает как надо. По-моему, супер. Шестое последствие – оно проистекает из предыдущего. Нет боли, нет плохого настроения. Нет стресса от постоянной боли. И, соответственно, человек становится более уравновешенным. Из-за того, что ничего не болит. А те, кому сейчас 40 плюс и дальше, меня поймут, о чем я говорю. Седьмое долгосрочное последствие кето – это выравнивание настроения. Здесь две причины, почему человек становится нервный, раздражительный, злобный и так далее. Первая причина – это как раз инсулиновый качель, про который я уже сказала. То есть провалы сахара, они создают раздражительность, нервозность, злость. И это состояние обычно нужно заесть. А поскольку на кето провалов сахара не бывает, то и провалов настроения тоже не бывает. Ну, бывает, но они не такие сильные, как на высокоуглеводном питании. А вторая причина, почему улучшается настроение. Когда мы кормим свою микробиоту правильными продуктами, такими, как листовая зелень и волокнистые овощи, микробиота получает достаточное количество растворимой клетчатки и производит гормон сиротонин, гормон счастья. 70% сиротонина производится в кишечнике. Поэтому счастлива микробиота, счастлив и человек, который эту микробиоту покормил. Такие дела. Восьмое долгосрочное последствие кето-диеты – это стабильная работоспособность. Человек просыпается отдохнувшим. Весь день занимается и физической активностью, и умственной активностью. Энергии хватает до самого вечера. Не нужно при этом спать, не нужно при этом постоянно подзаряжаться какими-то снэками. То есть хватает двух приемов пищи. Мне лично. Кому-то трех, кому-то вообще одному. Стабильная работоспособность – это большой плюс. Особенно если это умственный труд. Могу сказать, что человек может начать больше зарабатывать после того, как переходит на кето. Просто потому, что способен больше запоминать, больше информации обрабатывать и так далее. Рекомендую. Такие долгосрочные последствия появляются не сразу. То есть, если вы все-таки думаете, что кето – это нужно для похудения, придерживаетесь кето полгода и сходите, то вы не получаете долгосрочных преимуществ от нахождения в кетосе. Долгосрочные преимущества от нахождения в кетосе проявляются через год, два и более от нахождения на кето. При этом важно иметь в виду, что когда я говорю кето, я имею в виду полноценное, качественное питание натуральными продуктами. Это ни в коем случае ни колбаса, ни сыр, ни покупной майонез. Это ни в коем случае ни лапша-шаратаки, которую любят есть худеющие, которая абсолютно бесполезна. Это не безуглеводные джемы, это не безуглеводная сгущенка. Это качественные натуральные продукты, такие как мясо, яйца, рыба, субпродукты, костный бульон, капуста такая, капуста сякая, кабачок, листовая зелень и прочие натуральные качественные продукты. Только при таком подходе вы получите положительные последствия от нахождения в кетосе. Если питаться некачественной едой, если питаться готовой к употреблению едой, то тут может все пойти не так, как я только что расписала. Весь мой канал посвящен, собственно, здоровому кето, правильному кето. Смотрите мои видео. Вы можете приобрести готовое типовое кето-меню для похудения и в том числе для улучшения самочувствия. Ссылка в описании к этому видео. Вы можете приобрести мою книгу «100 вопросов и ответов про кето», которая также даст вам понимание правильного кето. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я тоже выхожу регулярно на связь. Встретимся в новых выпусках. Будьте здоровы. До новых встреч. 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 До новых встреч.